В народном контроле уже более 300 человек. Это домкомы, сотрудники ТОС, ветераны труда, МВД, пенсионеры, казаки. Но в первую очередь это неравнодушные сочинцы. По этому принципу их отбирали в общественное объединение, сформированное по поручению главы города Сочи. Теперь с новым удостоверением у контролеров есть и определенные права. Они имеют право составить акт, потребовать у предпринимателя сокупочную цену. Они имеют право, как лица обычные, в составе 3-4 человека, имеют право потребовать. С этим актом составляют акт, приносят его в наш штаб, где мы вызываем руководителей управления потребительского рынка, управления Роспотребнадзора и затем составляются протоколы. Результат обязательно будет. Маршрут «Народный контроль» планируют заранее и разбивается на группы. Одни инспектируют аптеки, другие – магазины. Здравствуйте, мы «Народный контроль». Растут ли цены и, самое главное, не превышают ли предприниматели допустимые наценки на социально значимые продукты. Этим вопросом «Народный контроль» уделяет особое внимание. Список рекомендованных цен всегда под рукой. Вообще, общественники уже проинспектировали порядка 80 продуктовых магазинов. И это только в центральном районе Сочи. Нарушения есть, правда, пока незначительные. Мы настроены решительно бороться, потому что это интересы каждого жителя нашего города. Чтобы просто не было перепланты, чтобы не было… Если мы приходим в магазин, допустим, и выбираем колбасу, мы платим за 100 грамм продукта. Почему мы в ЖКХ платим? Вообще непонятно что. То есть, да, мы настроены решительно в самом деле навести порядок. Требования к аптекам те же, но, помимо всего прочего, «Народный контроль» изучает наличие жизненно важных препаратов, льготных лекарств и аналогов дорогостоящих препаратов. На сегодняшний день они пользуются спросом, особенно среди пенсионеров. Общественники уверены, результат не заставит себя долго ждать. Галина Моисеева, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Продолжение следует...